Недавно, ребяточки, я сделал вот этот гараж с распашными воротами, со светом, в общем, оборудовал его. Это видео посмотрели многие люди, и многим оно понравилось. Поэтому настало время сделать гараж с распашными воротами, что я и сделал. В общем, всё по порядку, увидите в этом ролике. Всем здорово, вы на канале Toy House. Итак, ребяточки, гараж с распашными воротами. Не просто так я его сделал, а сделал его, знаете, свет я использовал. В общем, подсветка там идёт на солнечной батарее. Вот такой вот ноу-хау я решил придумать. И да, если ты ещё не подписался на канал, быстрее это сделай, подпишись, мне будет очень приятно. Ну и поставь лайк этому видео, ведь я для вас старался. Итак, этот гараж мы можем с распашными воротами закрывать, потому что он нас будет отвлекать. Если, повторюсь, ты не видел, то ссылочка будет внизу в описании, переходи, смотри. Закрываем его. Здесь освещение идёт на гирлянде. В общем, всё, все подробности, как я его делал, есть в видео. Убираем его в сторонку, да, вообще, чтобы не мешал он нам. Убираю. Видите, скотч у меня лежит здесь, все дела. И давайте рассматривать вот этот гараж. Попробую я вам его показать. Единственное, в нём есть такой, знаете, нюансик небольшой. То, что освещение в нём, ну, не такое яркое. По крайней мере, сейчас вот такой вот солнечный день. Ночью, ночью вполне прям очень красиво смотрится. Мне очень нравится. Кстати, фотки ночные будут в моём инстаграм, поэтому переходи. Обязательно тоже туда подпишись, там больше фоток будет с этим гаражом. Так, открываю. Готовы это смотреть. Приоткрываю. Вон у нас, видите. Кстати, обратите внимание, номер гаража 250. И здесь на машине у нас также номер 250. А что здесь за машина спряталась? Давай, ставь на паузу, пиши. Как думаешь, что здесь за тачка? Ну, кто догадался. В общем, это Лада Калина. И вот он гараж. Так, выезжает Лада Калина отсюда. В общем, Лада Калина у меня на номерах. Кстати говоря, мне тут написали, что наклей скотч на эти номера. В общем, что я и сделал. Благодарю, да. Со скотчем они смотрятся более реалистично. Видите, как отблёсткивает. В общем, новый такой номер. Как делать номера? Ну, давайте, я рассказывал, я уже быстренько вам расскажу. В общем, есть такая программа. В общем, по-моему, вот она называется. Car Platos.ru. В общем, автомобильный номер для вашей масштабной модели за 30 секунд. В общем, вот. Заходите туда, набирайте, что хотите. Печатайте, вырезайте и все дела. И будет у вас номер. Потом я использовал двойной скотч. Тоже пишут, на что клеил. Вот, говорю, вот на такой вот скотч. Приклеивайте, в общем, аккуратненько вырезайте. Главное здесь аккуратно вырезать. Так, ладно. Переходим к гаражу. В общем, вот такой вот гараж. Видите, то, что за счёт того, что у него получается вот это вот подъёмные эти ворота, света в этом гараже как бы поменьше. Ну, я вам сейчас вот всё покажу. Смотрите. Ну, соответственно, стены. Как я делал это? Распечатал картинки, клеил на картон, опять-таки. Всё это сделано. Видите, с этой стороны у меня вообще календарь висит на 2020 год. Также можно найти в интернете. Висит вот такое вот блюдечко. Ну, это типа имитация зеркала, либо часов. Почему так получилось, что нету здесь циферблата? Но пока не придумал я. Такого маленького размера не могу найти. Вот, честно, искал в интернете. Не смог найти вот такой маленький размер часиков. Ну, пока как зеркало используется. Здесь плакат. Видите, не курив в гараже. В общем, всё как подобающее. Там стена у нас в логотипах автомобилей. Стоят в углу... Сидушечка стоит. В углу, вон, видите? Сидушечка от Renault Logan. Задняя это теперь. Теперь, плюс ко всему, сделан журнальный столик, на котором находятся газетки. Да. Вот такой вот лаконичный гараж. Видите, как бы ничего лишнего. В прошлый раз меня немножечко, ну, ругали. Говорили то, что, как бы, зачем лего? Убери лего. В общем, здесь лего нет. Здесь все такие подручные средства, которые были. В общем, ну, ничего здесь не приклеено. Поэтому сейчас я вам всё достану и покажу, как там всё находится. Смотрите, свет сделан у нас на солнечной батарее. Вот так вот он выглядит, в принципе. Фонарик. Вот это блюдечко можно, в принципе, снять. Будет поярче. Идеально было бы, если бы два таких было фонаря. Но у меня, к сожалению, был один фонарик на солнечной батарее. Сейчас также вам вот покажу. Вот такой вот обычный фонарик. Продаются они, по-моему, ну, везде. Там в фикс-прайсе можно найти. 70 рублей стоит, в общем. У меня был такой готовый, короче. Ну, не готовый был у меня. Я его разобрал. Вытащил, соответственно, вот этот вот механизм. Саму батарею какую-то солнечную, да. Проводочки идут. Проводочки кинул через окно. Ну, и, соответственно, здесь вот получается у нас такая плата с лампочкой. В общем, всё это спряталось, получается, в стену. Прям очень хорошо. Здесь кнопочка включения-выключения. Но её можно не использовать. Можно всегда включить. И, то есть, в тёмное время суток у вас будет автоматически лампочка здесь загораться. В общем, такое решение. Да, меньше света. Но, тем не менее, ну, это такой вот у нас получается, так сказать, современный гараж. Ладно, давайте я вам показывать буду, что там внутри и из чего я это делал. Так, соответственно, давайте, вот. Вы видите, здесь, в этом гараже я закрыл яму. Это пол у нас также распечатанный идёт. Распечатка. Так. Подъезд у нас вот этот сделан из наждачной бумаги, соответственно. Но здесь я немножечко, как бы, можно сказать, допустил ошибку. То, что у меня при закрытии ворот пол гаража остаётся на улице. Почему так получилось? Потому что с открывными воротами ворота закрываются вот здесь. То есть, соответственно, я делал, как бы, по тому шаблону и получилось так. Но, тем не менее, как бы, особо, ну, мне кажется, так нормально. Нормально, в принципе, смотрится нормально. Так, о, ящик у меня упал. Сейчас я вам его достану. В общем, всё сейчас буду показывать. Так. Итак, вот так вот гараж у нас пустой выглядит. Стены, соответственно, украшены. В общем, вот так вот потолок белый. Белая бумага просто сделанная, так как лампочек там нет, поэтому так. Так. Погнали. В общем, смотрите. То, что я пол не делал. Вот там идут такие вот, типа, ну, имитации деревяшек, да, которые закрывают эту нишу. Я их использовал. Вот, например, из этой я сделал такой маленький журнальный столик у меня получился. Который стоит возле вот этих вот сидушечек. Ну, сидушечки там к стене, соответственно, прикрепляются, да. В общем, не стоят. Вот так вот это выглядит. Если смотреть изнутри гаража, в общем, вот так вот стоит сидение. Соответственно, столик, на котором лежат у нас газетки. Газетки также распечатаны, сложены, видите, вот такая маленькая газета. Но здесь получается у нас только лицевая сторона. Сейчас я вам покажу. Можно любые там журналы можете распечатать, что угодно. В общем, вот. Ну, газета, чем мне понравилось, то, что ее можно сложить, она меньше места занимает. Вот. Такая вот газетка. Спорт, по-моему, да. Спортивная газетка со спортивными событиями. В общем, и, конечно же, у нас за рулем это Лада Калина. Вот это вот, кстати, журнал был, типа того. Ну, когда я его распечатывал, он получился просто огроменный. Пришлось его сложить и сделать, типа, тоже газету. Вот, видите, Лада Калина. Так-с. Значит, это показал. Столик журнальный. И сидушечка уходит туда. Ну, более современный гараж. Никакого лего. Ничего нету лишнего. Хотел сделать еще домкрат, но пока как-то руки не дошли. Наверное, буду делать чуть попозже. И вот это все, конечно, дело будет приклеиваться, чтобы не болтухалось. Пока не стал это клеить, потому что, ну, чтобы показывать вам. Вот. Свет мне нравится, как зажигается. Клево. Здесь у нас на шкафу лежит еще вот такая вот приборная панель от Largus. Да. Не от Largus. От Renault Logan. Видите, такая приборочка неплохая прям. Прям симпатичная лежит вот здесь вот. Вот так вот она находится расположена. Ну, и колеса. Соответственно, колеса. Колесики у нас, не знаю, были у меня шины какие-то. По размеру подходят они под эту колину. Поэтому, как бы, я тоже их сюда добавил. Значит, вот этот ящик. Ящик интересный, конечно, получился у меня. Ящик этот у меня был такой какой-то детский стульчик. Я не знаю даже, как его назвать. В общем, стульчик от куклы. Вот такой вот большой куклы какой-то. И с ней шел стульчик. В общем, я этот стульчик разобрал. И получилось у меня вот такой вот деревянный, деревянный, как бы, стеллаж. И вот, смотрите, еще, что я вам могу показать. Что у меня еще осталось. Осталось еще вот такой вот палет. Но в этот гараж палет, конечно, не идет. Вот честно, не идет, потому что, ну, не очень он симпатично смотрится. Так. И все. В этом гараже больше ничего нет. Этот гараж такой вот. Современного человека, в котором, как бы, ничего лишнего, никакого мусора. Порядок, чистенько, аккуратненько. Так, приборочку сюда положу. Ну, хотел добавить еще, был у меня вот такой вот ящик с дровами. Сделал я. Потому что в прошлом мне видео писали, добавив еще мангал. Но нечего мне пока сделать мангал. Как придумаю, я, конечно, сделаю. В общем, ну, ящик с дровами сделал. Поставил его сюда, но он огромный. Просто какой-то мега огромный. Не знаю, мне не понравилось. Лучше такие дрова, наверное, хранить вот так вот рядом с гаражом. Они более симпатично смотрятся. И была у меня вот такая военная каска. Тоже хотел ее добавить. Нет. Решил, что пусть гараж выглядит вот таким вот образом. В общем, вот такой вот гаражик. Делал, ну, примерно, может, сутки ушло на все это. Ну, иногда приходят новые какие-то идеи. Ты придумаешь, что-то добавляешь. Вот газеты, например, я сделал только-только перед началом видео. Поэтому, как бы, хотел еще полотенчик сделать на этот шкаф. Но пока не стал. В общем, как-то так. А там уже фантазия какая у вас разыграется. Итак, загоняю тачку. Кстати говоря, тачка в 43-м масштабе. И этот гараж больше всего подходит для все-таки модельных таких моделек. Потому что загонял я сюда другие модельки с инерционным механизмом. Вот этот вот порожек, если честно, мешается. Хотя его можно убрать. Вот будете делать вот этот гараж именно с подъемными воротами. Здесь немножечко все по-другому, чем с распашными. Можно вот эту вот убрать вообще. Она ничего не дает, в принципе. Она, видите, спереди находится. Только мешает заезду машин. Поэтому ее можно аккуратненько спилить. Итак, вот такой вот видос. Если вам понравился, то, конечно же, с вас лайкос. С меня видос. Всем, короче, до свидос. Субтитры создавал DimaTorzok